всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно будет enter и на ваших глазах то было обозревать карту рандите си очень старая такая карта да это у нас альмира к раунд под номером 6 бред последний проходил он с 8 марта по 13 на карту было отведено 5 дней и очень интересные результаты очень интересные демки я хочу скорее скорее посмотреть на двое вначале я сам посмотрю на карту карту я не играл поэтому но enter у нас к помрулит пытается победить на нем не знаю получится ли в общем-то вначале мы видим яму там скорее всего ничего нет там есть такие же любопытные дяди которые лежат есть у нас тайм-ресет на ней есть ступеньки есть выступы тайм-ресет здесь никак не поможет потому что там телепорт идет больше ну да чувака видел там внизу там когда падаешь там у тебя про него и говорили там и два по моему да 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 стоит теперь больше в общем то мы вот тут никак не поднимемся никак ничего не пройдем поэтому будем использовать эти выступы и собственно с air-контролем который есть в цпм это достаточно легко все используется заходим в телепорт нам дают 50 ракет дают battle suit на бесконечные множество раз но скорее всего там 999 стоит он скоро кончится и есть выбор идти направо-либо на лево давайте поднимем красивее тут у нас все в таком я так полагаю мешающий нормальному рану геймплей дизайн точнее есть вот такие вот выступы которые может быть и мешаются есть вот это вот вот это вот все которое будет мешаться нам тут у нас просто лампочки проходим а и ведут нас направо и вот эта дорога которая была бы направо там то есть нас в итоге все мы привели телепорту здесь у нас есть рампа да даже рампочка есть обувь карта очень старый каков на хоть года то кстати да интересно так сейчас я тебе скажу 2003 года мапил ее носки москвей 2003 то есть и уже 15 лет да ну еще рано с ней заводить семью поэтому в общем привык здесь телепорта нам дают еще патронов если вдруг мы лохи все 50 патронов там израсходовали до телепорта оставляет ракету дают еще ракет дают нам две рампы которые по сути свои бесполезные и при падении вниз нас телепортируют сюда значит мы можем здесь попрактиковаться и что-то поделать из двух сторон у нас такие вот формочки и следующий телепорт то есть ну вот эта комната максимально быстро так у нас отобрали ракету если я падаю у нас ну главное что не убивает что свойственно олдскульным картам насколько я знаю вот здесь у нас платформа высоты 66 это максимум для высоты прыжка с заступом а тут 64 66 вот это повыше получается вот ступеньки 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 так а тут вот я честно помню как будто бы тут килл ты не не подскажешь ну что я не хочу заново проходить по моему нифига не килл я туда видимо очень легко падал так ну давайте еще раз побыстрее пройдем ну и там собственно говоря финиш скайбокс с луной или солнышко за точками собственно все и тут говорят я красавчик ну не знаю ну в общем карта вот достаточно динамичная должна выглядеть покажет всю грязь потому что интер занял хорошее место на ней насколько я знаю с чего бы начать честно я не знаю с чего начать две физики я в обе физики играл в принципе карты сначала думал то что она не очень как-то все плохо потом поиграл в принципе не такая страшная карта оказалась но я сначала в кудре поиграю наверно он послаждает итак самом начале самая большая проблема для новичков наверное было это допрыгнуть из репорта потому что обычные прыжки здесь никак не помогают но как бы так много-много раз то есть я кнопкой влево выворачивал но главное допрыгнуть до вот этого уголка потом новички наверно прыгали отсюда вот сюда из косов и потом уже поделив телепорт если очень постараться то вот здесь вначале можно заскинуть балок если у вас есть скорость ну наискосок туда то есть если мы прыгаем прямо как-то в руле он приземляемся на куда-то сюда или туда делаем фрейма джамп с поворотом направо то у нас хватает времени то что за чтобы заскинуть уголок и то есть это в принципе не такой простой 3x но когда его очень много повторяешь он в принципе начинает получаться получается то есть я почти воткнулся в стенку чуть-чуть подождал немножко пока прошел потом уже только подпрыгнул чтобы у меня скорость была более сторону направлялась и чтобы вот дальше нам дали рокет в физике в кутре мы сразу не можем как только нам дали рокета стрелиться мы должны упасть вниз или подпрыгнуть или как-нибудь что-нибудь сделать то есть поэтому обычно выпрыгиваем и начинаем раз у нас 50 ракет с память во все что только можно вариантов здесь к сожалению не очень много то есть мы можем вот в эту стенку выстрелить причем причем мы когда мы будем стрелять у нас будет зазор между стенкой и нами поэтому у нас идеально кинет это что-то штуковина вот так же но в общем нужно каким-то образом проходить вот туда потому что если прямо на мяч очевидно что я для нее да потому что траектории длиннее и проще наискосок вот ну то есть чем можно сделать упрыгиваем вот этой стенке где-нибудь или от пола или это вот под формочки выступай сюда куда-нибудь прыгаем как-нибудь направо здесь проскакиваем здесь ничего такого интересного но идут версии ракет можно лететь спокойно такому то я еще покажу что там с ним можно сделать дальше у нас принципе два варианта прохождения нельзя может быть больше то есть мы здесь либо зоны прыжок 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 то есть можно вообще без ракет можно проходить допрыгнуть до дальнего отсюда выпрыгивать можно очень хорошим способом проходить это как мы после первых прыжка стреляем вот так вот наискосок чтобы нас как можно сильнее туда подкинула и повыше а потом когда уже подлетели этим здесь воздухе мы прям перпендикулярности не вот так вот и толкаем себя горизонтальные как раз помощью горизонтальной скорости мы влетаем вот практически вертикально то есть почти можно даже без приостановки вылететь телепорт а если мы наискосок стреляем то нас мы ударимся в эту стенку потеряем скорость потом придется как-то этот телепорт заходить потому что мы вдоль стенки будем еще лететь в общем в идеале нужно прям напрямик в этот телефон залетать и черте мои ракеты у меня их отобрали я покажу еще проходил хотя я могу просто сделать так и дать себе ракет и с помощью фрейма джампа или иногда при хорошем полете без фрейма джампа просто в конце репорт тут нас все отбирают у нас есть перелина на которую можно запрыгнуть потом вас не здесь вариантов кстати почти никаких нет то есть либо мы прыгаем вперед потом прыгаем налево либо мой прогул прыгаем просто на эту перелину и потом причем надо еще это патроны потому что она почти на максимальной высоте то есть мы втыкаем семья какой как залезаем наверх и потом можно либо с прыжка но это не выгоднее проще всего поступать вниз дальше нас идет прыжок 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 и на финиш то есть это самый быстрый вариант прохождения можно как-нибудь в два прыжка заходить потом отсюда начинать прыгать но по идее с одного прыжка проще всего здесь но самое главное не падать там в эту дыру потому что там убивает и получается весьма все что вы могли все срезы удачные какие-то моменты сделать все может пойти на смарт тут очень большая проблема с этой лестнице с нее очень неудобно прыгать потому что вот как сейчас у меня получилось можно рандомно начинать прыжок прямо перед ступенькой и зацеплять за нее и куда вы естественно не прыгаете поэтому тут надо было как-то в общем или при наравнивать либо просто рандомить нормальный прыжок плюс не воткнуться вот в эту стенку прыжок 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 и финиш даже карта же карты тебе говорит x он все окей 4 4 30 на еще норм ну чё здесь можно сделать быстрее как я здесь мы что делаем по крайней мере я делал сейчас я здесь и по сделаю чтобы показать как тут можно то есть я просто не знаю как тут и по-другому можно внутри проходить чуть-чуть я профитом от левой стенки этой стенке здесь нас я нашел несколько способов прохождения вот этого угла вот этот угол самая большая проблема первый вариант это мы прыгаем куда приземляемся после той ракеты куда-то в этот район на либо на это перелина либо на вот это потом с него просто с прыжком долетаем вот сюда но вот это перелина и потом здесь сделаем фрейм и джамп направо и после мини-поворота ракеты еще наискосок и поэтому мы влетаем как раз этот проход ну и дальше по приземлению естественно мы делаем рокет рокет и улетаем в телепорт второй вариант прохождения ну я его видел в демке бенза она вроде публичная это не знаю как он проходил он принципе делал тоже точно так же рокет от этой вот штуковина здесь рокет и здесь он а здесь он стрелял еще одной ракеты и потом в полете стрелял вот таким вот образом вот эту стенку то есть он вот так вот летел наискосок вот таким вот образом стрелял от этой стенки втыкался как вы куда-то долетал вот до сюда и потом вот отсюда начинала ракетой выходить мы дырку посмотрим до дымка посмотрим пока это является вером но я после того как поиграл эту карту там какое-то время я нашел еще круче дорожку то есть я на самом деле можно сделать долго думал как тут можно двоих замутить потому что скорость как раз около тысячи думал как тут можно получше стрелять и то есть от этих стенок в результате я придумал очень-очень классный вариант и по скорости все получалось и может сейчас покажу то есть мы я по крайней миссии ракеты сюда сюда здесь пускал ракету вот в этот вот эту перелину и потом второй ракетой после того как я приземлялся куда вот на этот краешек или на краешек следующее приземление у меня было как раз вот на этот уголок и ракета сзади меня летит то есть я скимил вот этот уголок и сразу после скима стрелял ракеты перпендикулярно и получалось от 2x эти фиговины это 2x меня как раз кидал прямо вот в эту сторону то есть на огромной скорости с сохранением той прямой скорости плюс 2x я улетал куда-то вот сюда напрямик причем но это более рандомно на самом деле чем чем какой-то фрейм и джамп там чем еще что-то и очень быстро я приземлялся сюда-сюда летал телефон то есть получилось что это самый быстрый вариант прохождение этой большой комнаты но ты так не сделаю сделал демки как бы надо блин давай-то процент уже быстрее давай да посмотрим пока хорошо потому что ну что давай я хочу я хочу реально посмотри демки вот у тебя сегодня скоба где он здесь дальше здесь интересно мы запрыгиваем наверх падаем вниз сделаем прыжок прыжок не помню один или два прыжка здесь прыжок прыжок и финиш cpm c черт нет в физике cpm здесь намного все проще как минимум во первых вам не нужно очень геморройца чтобы здесь пропрыгать здесь сделать фрейма джамп вам не нужно ну потому что вы можете поворачивать в полете и естественно вы можете спокойно прыгнуть на этот уголок потом вывернуть направо налево и спокойно даже без при на джампа вывернуть повернуть и привыкнуть телепорт здесь как бы других вариантов почти не только сюда сюда и на финиш то есть можно медленно проходить если прыгать сюда потом наискосок а потом телепорт сердце можно с наклонной сразу в телепорте может быть можно я вот практически сделал несколько раз на потом так а понял что это очень сложно забил на это потому что потому что вот после этой наклонной если мы прыгаем то мы башкой это наклонная и она нас толкает вниз то есть у нас не хватает высоты чтобы долететь куда надо и как результат ну сейчас я попробую также сделать то есть по идее может можно сюда залететь и это по идее будет быстрее чем проходить но это так прям сложно я правильно это даже если об самый краешек прыгаю меня кидается рано вниз нормально не получилось ни разу может быть можно прям об самый-самый краешек пиксель зацепить с наклоном вверх тогда вас должно сейчас даже а тут кушалом еще потолок мешается да если вы за него цепляете летите вверх вас наклонный потолок еще раз вниз кидает или куда-нибудь и сложно так попасть в общем самый странно прохождение прыжок-прыжок-прыжок прыжок и в телепорт вот дальше так как это физика себе как сделать вопрос но и так как нам руки дают прям на выходе мы прям появляемся на месте ракеты то после выхода мы сразу можем сделать руки джамп назад то есть потому что переключение на оружие мгновенное плюс автосвич есть я чтобы не тратить время на прыжок да вот это вот перелены я начинал ракеты сразу сказать вперед вперед как бы здесь и в принципе простое стандартно как бы неинтересно наверное прохождение с ракетами тут особо да ничего пойти ты не придумали местного очень быстро строятся ракеты как бы я как-то вот так вот ничего интересного не придумать так сойдет ну да можно по идее прыгнуть вперед отстрелиться от этой штуки от этой а попробуй из телепорт сразу об заднюю стенку а потом а в левую вижу не драко я не могу от дальние нет ты делай быстрее смысле вот и потом тиран или вот так как-то дай мне ну не гб а просто отстрелиться короче не лучше тогда правую стенку юзать это не знаю я использовал ну как по мне при чем мы появляемся в воздухе нам нужно сначала приземлиться и только потом делать рокет драм потому что если мы стреляем рокет раньше у нас нифига не получается мы падаем втыкаемся вот в этот угол то есть уже нужно еще не втыкаться и как-нибудь ходить таким образом но если показал криво потому что вот здесь это рокет надо не не просто вниз стрелять а желательно из косов да у нас будет больше скорости и мы быстрее добиться ну то есть просто ракеты куда-нибудь чтобы долетели т.п. здесь никакого 2x не сделать и ничего интересного плюс по высоте еще важно было не прилететь через т.п. потому что тут сзади нет него входа нужно прям было в него попадать вот ну дальше у нас как бы несколько вариантов мы либо делаем прыжок 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 финиш либо делаем прыжок рокет либо можно было как бы сразу ракета стрелиться либо не знаю че еще можно можно может как-нибудь но это не получается тут с гб короче можно попрыгнуть и приземлиться сразу отсюда и честно не знаю как быстрее я я даже забыл как я уже делал плюс здесь высоко нельзя подлетать потому что здесь очень кривой очень кривой по того по которой до цепи выемки честно не знаю просто помню двумя ракетами стрелял вперед в бок и старался напрямик залететь телепорт еще очень очень важный момент вот с этим телепортом прям важно во первых если мы летим летаем в телепорт то мы точно так же как вы кудри нам приходится идти пешком потом прыгать потом падать вниз ну может быть кто-то пробовал рубить вот таким вот образом но я сомневаюсь то что это быстрее есть очень классная штука когда был джамп и но если мы мы видим я прыгаю и он нифига не получается с ним такая штука что он работает буквально первый там сколько 200 миллисекунд после первого прыжка и мы появляемся из телепорта в воздухе то есть нам еще надо упасть до пола и только после этого мы прыгаем если я делаю дабл джамп рано то есть я 2 прыжок у меня никак не получается однако если я прямо перед самым телепортом сделаю прыжок то есть вот но вы прям перед самым телепортом то может получиться дабл джамп и вот эта штука очень много помогала сэкономить там не на 200 300 то есть можно было с дабл джампа сразу запрыгнуть вперед сюда потом упасть вниз здесь честно и по-моему не надо было здесь при хорошем падении делается простой простой прыжок 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 вот здесь опять же несколько вариантов прохождения то есть мы либо либо делаем прыжок как-то в общем эта лестница она очень зависела от той скорости с которой мы просили проходим в идеале надо было делать прыжок из и сразу делать после этого прыжка дабл джамп и тогда у нас как классно получалось приземляться перед этим штуку если бы он если у нас 2 дабл джамп не получился то мы приземлялись куда-то не туда куда нужно вот таким вот тип образом как-то все вообще все плохо или если у нас сразу дабл джамп получался в общем я потом у меня получалось то что самое крутое это делать дабл джамп вжог поджог и финиш карта простенькая коротенькая здесь мало чем можно придумать и сказать мне понравилось сделать 2x же он он закреплен или нет но он как будто бы как 3d модель вот нет он по моему таким как бы ромбиком что ли если он был 3d модели я бы не мог по нему кататься какой-то квадратный короче неправильный скелет интер не одобряет или здесь здесь ничего нету если мы полетаем снаружи здесь мы как раз видим все комнаты вон стартовая комната которая с но скилом внизу то есть телепорт потом мы выходим из этой большой комнаты пролетаем его целиком телепорт потом идет маленькая комната вот это распородом и потом здесь как раз прыжок провороты и финиш никаких секретов здесь я к сожалению нашел вроде не сильно не искал не похоже то что они есть скелеты которые были на старте сейчас они до него лечу телепортов здесь тоже не как таковых таких секретных нету вот два мужика здесь сидят отдыхают и так вот мы посмотрели карту теперь мы будем смотреть демки которые люди писали пройти эту карту и посмотрим что у них получилось и начнем мы с выку 3 там уже в интернер у нас есть что есть демка бенза за 17 2 на 300 быстрее чем вентра но посмотрим все по порядку бенза посмотрим после тебя да сейчас я запишу я тебе скинул демку сам себе я ее не кинул в папку проверки записи запись до написано что остановить запись кнопочка так демки демки ран здесь сейчас r ран 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 ди ди ти си вот он пускай здесь лежит итак в кутри начинаю с просмотра лунтика россии 29 секунд пытался карта проходить play мне кажется почти мой тест кстати 27 он мне кажется на старте очень долго хотя там без не получилось нам уже теряться ну самое важное я всем люблю что ракеты ракеты почему не используешь ракеты ну что это за старые 50 ракет лунтик ну что за дела 29 мод хулиган россии 26 6 play на 3 секунды уже побыстрее я думал на этот раз игрок и наставленный использовал ракеты и как надо да использовал ракеты принципе тоже обходил все это перебина финиш ну я думаю то что хулиган посмотрят остальные демки поймет где он что не так сделал итак дм россия 25 4 play где пешмот где пишу за металл без матч ракеты принципе уже намного лучше чем он апеллину запрыгнул хотя лишний прыжок панкеры был 7 секунд потерял последние два веком это вроде бы нормально пройдены game rock 23 4 play начало много ракет использовались 72 прыжка делал к сожалению нужен намного пободрее ну да уже уже на сколько секунд быстрее еще на сервер до быстрее да да декус play game rock а что другим рок это камень гимн это я не знаю что это как будто бы как зубы гум типа качалка но гума это жвачка гимны не здесь гум есть гимн гимн который через y есть видимо гимн а может это его инициалы таким григорьев иван мир лачёвович можешь прошел кстати да пошел неплохо вроде бы реально что гимн сейчас сейчас я на гуглю гимн это еда скорее еда камень что ли гимн миг трюк гимн миг гимн миг это трюк а гимн это может быть сокращение от гимн миг типа трюкачный камень как тебе такое ион маска яндекс написал генетически модифицированный камень генетически модифицированный камень эскалаточный это гм наверное гимн гимн никак не переводится ну ладно ладно волви канада на полторы секунды шоу еще быстрее дано 600 миллисекунд но тут на мой взгляд очень решают ну конечно все комнаты но основное это ракеты конечно да и сохранение поднимался можно было не подниматься до конца х из россии 25 play еще на 400 побыстрее как 1 2 3 то он сделал скилл отлично кстати у него начало в принципе нормально ну такой-то оптимально немножко ваткнулся и здесь почему-то не через верх проходил здесь еще наверх ступенек поднимался ну что вот волви что хэйза не очень много потеряли именно на том что врезались на стену ну и плюс дорожка у него была какая-то медленная он мог срезать в паре мест океан x22 еще на 1 и 3 быстрее play должна быть быстрое прохождение он тоже ским уголка нормально пострела ракетами вот здесь наверх запрыгивал минус 27 ну я не знаю что сказать господри днк и остальные пытается также повторить фет сапсан россия мужская область play кстати и обрати внимание сапсан перебил кен x это по-моему достойно достойно что кираса и мужским уголка ракет нормальный 2 неплохой он даже оставился от в принципе неплохие ну слушай блин он вообще быстро вырос на мой взгляд я его помню еще еще маленьким таким и в концов у меня намного быстрее чем гравит 19 6 play суп сам очень красавчик нормально получился ракеты как раз от пола пола волна же там немножко загустил хорошо попал он солну так построить 0 у него в конце лишняя часть ступеньки проходил может побыстрее пройти рекрут 18 3 play так что тут можно сделать нормальный скинг низкий полет если вертикально вниз ракета рассказать будущее побыстрее но ракеты все равно очень плохих концовка даже быстрее наста чем у меня ты мог перебить я мог но ты понимаешь там очень сильный очень большой рандом полюблю смене ли не стало но это все объясняет интера 17 2 play там действительно около 300 400 надо было снимать после моего от моей дорожки к вон к нему не края здесь нет вообще проходила ружье бензо почему ну потому что он не бенз нет я просто не так я пробовал как бенз проходить как это коньяк он откуда он там брал очень быстро так проходил там реально имел свои секреты мне кажется по воду потому что прям один в один его дорожка повторял у меня ни разу не получилось как он пройти и он как-то прям очень быстро в телепорт вылетал ну ладно бриган 9 на 17 9 но как из 18 вышел давай смотреть play внутри ступа быстрее чем winter я думаю различие будет в ракетах нормальная спиной тоже дорожка бензо нужен тут побудрее немножко споткнулся на потерял кстати не две точно там и таки от 17 8 венгрия play 18 так сказал как ты не веришь своим глазам классно не он пушки на самом деле последний ой какой ским четкий он последнее время очень классный вниз до прыжка проворот гризли принципе он моей дорожкой скорее все проходил посмотрим play ты ему опять дорожку дал да а че ахахахахаха ничё просто ракет 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 вперёд ну конечно да и отлично улетелся а в конце мне кажется вот здесь он потерял очень много сотня из-за тебя грязи будет деградировать следующее ну чем боя демка то в один 17 5 play 2 поздравляем интера зачетной победы с первой победой на данном турнире шестом раунду интеру нормальность так хороший скинуть это будет лучше ракета 1 2 2 x на 1270 хорошая ракета у нас 600 700 и вот тут минус чуть-чуть вяжу кстати ты врезался в стену если вы не врезался то даже где врезался в стену ну ты там тебе пришлось пару шишков еще делать когда ты с бортика слетел ты врезался переднюю стену левую что ли да справа разы если наискосок пролетал не цепляя это было бы наверное намного быстрее можно здесь и потерял ну что ж поздравляем гризли кета всех остальных за участие за тоже заданки себе 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 не поздравляешь ну как мне себя поздравлять ну давай поздравляем интера молодец большой молодец первое место заслужено заслужил есть демка бенза давайте посмотрим за 17 2 пока в р и так 0 0 место уже очень старая демка я уж не знаю какого года ну я думаю около 5 он еще гибзила там это гипс хороший с ким ракета на 900 число ну да это очень быстро он в конце не втыкался стенку да и вот он сможет быть даже на это выигрывал основу что cpm теперь начнем с демки рима ч 26 4 ну блин 26 секунд что-то можно делать смотреть play может быть римич расстроился к концу турнира и минус мораль к нельзя было бы переиграть второй раз где-то там не втыкался вроде не так сложно просто бы пройти еще раз и дойти до финиша ну вот без вот этого да и всего супер звучи на три секунды быстрее play почти 3 самое главное ребят самое главное запомните не отправить демку а пройти чисто карту пусть медленно пусть пешочком но чисто без запомните самое главное в воду за предыдущей уже получше не впитался вначале уже и ракеты не подрасчитал мне очень интересный цпм ой зачем надо даблджамп сделать твой circle какой и получился ужасный фу не делай так больше на секунду встречу хэдхантер из москва всегда play из москвы enter он тебя найдется и головой выехали даблджамп ты видел вот реально таким образом наверно можно дтп залетать вот я реально не дтп залетаю я реально я думал то что там можно даблджамп сделать фишка вот хэдхантер же выехал ну хорошо хорошо прошел тут без остановок никак зубер звучали надо Попробовать так же. У Headhunter тарактория правда была кривенькая, но в целом начало прям очень неожиданное. Я не думал, что так... Лунтик? Лунтик, да. 21 трейплей. Взывыку 3 занял последнее место. В цпм уже получше. Странно, почему пекарь не отправляет демки. Ты видел пекаря? Нет. И я нет. Он стрейфом вообще все проходят. Где его ракеты? А причем, заметьте, он стрейфом прошел, в конце завязал две ракеты. И он как бы обогнал... Вообще, да, но как бы ракеты это быстрее. Плюс, если бы наискосок прыгал, было бы еще быстрее. Причем на полторы секунды. И опять вот по стрейфу Лунтик, блин, ты дожимай зоны, дожимай. Ты в одну сторону повернулся, и ты сразу поворачиваешься в другую. Так скорость не набирается. Надо стараться лучше. Надо в каждой стороне держаться до приземления. В исключительных случаях надо менять в воздухе, но это... это иногда. Ну, в общем, Дукич. Дукач, да, давай. 27 на 600. Честно, не знаю, что сказать. По-моему, концовка не очень... В ЦПМ, видишь, в ЦПМ все равно тоже, как и в УК-3, нужно с моста, мне кажется, слетать. Это будет побыстрее. Наверное. Мне так кажется. А может хотя бы и нет. У тебя можно, если лестники нормально пропрыгать, еще и как-то сделать дабл джамп на лестниках так, чтобы сразу направо залетать, там, на финише. Ну, блин, ну, спорно, конечно, спорно. Ну, по топовым демкам, видом, посмотрю. Котейка 24 плей. Еще на 300 быстрее. Так, посмотрим, как котейка попадала в ДТП. Я еще не помню, в принципе, поедина. Я использовала ракеты. Отличать некоторых. На меня как будто намекнуло. Вот. Здесь... Ой, это там немножко... Скорость набирал. Делать два прыжка до приклины. Ой, да боже мой, не получился. Но... В принципе... Допрыгал. Да, ну... Лунная котейка дай нам силу, и все. В принципе, сделал плюс 300. Дикача, это нормально. Геймрок. Это у нас, получается, трюкачная скала. Давай посмотрим. Лай. На полторы секунды быстрее. Сразу другой дикий отрыв. Он единственный, кто сделал 19 секунд. Он мне обещал, что пройдет не чисто. Так, и проху ты от левой стенки даже попробуй. Да молодец. Он очень плохо ракеты стрелял. Да. И вокруг можно было, наверное, не обходить, а... Через стерильный трюк был бы быстрее, мне кажется. Ну, может, это было недостаточно чисто, но... Все равно молодец. Да, они очень... Нет таких больших втыков, как у некоторых. Да, 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 да. И... Я что-то хотел сказать и забыл. Ну ладно. Ай, ну ладно, да. Да, давай. Так, кто там теперь еще? Деку. 18,6. Play. Россия, Владивосток. Сейчас он... Спит. Это важный факт. Он в любое время будешься дать ему, просто спать. Потому что он всегда спит. Ракеты, в принципе, здесь взлетел, мать этого. Ты на ракеты залетал. Кстати, в хорошую ракету. Очень нехорошую ракеты на старте использовал мостик. И... да, финишил. Финишил, кстати, достаточно быстро. но в конце не надо было в стенке втыкаться как как я и как вообще не делай как энтер дай запомни хочешь быть током гернаторею как я но это вы еще посмотрите как буквы три у него больше секунды потерял секунду 2 ну ладно хулиган 18 лада пашка не обидится так под себя что под себя 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 и в стену но вот если бы использовал двух местах стену головы на месте и лестнице достаточно быстро новой лишний прыжок делал зачем-то потерял очень много сделал бы на самом деле обогнал бы москаля из одной просто хейза на кипиш обогнал по-любому сделал лишний прыжок в конце может быть москва 17 7 play ты прям расстроился да москальт такое место да нет ну по ракетам медленно в целом тоже обходил это все мне кажется там лишний прыжок в конце хотя с по старых по старых вам правильно построить туда все хорошо получилось просто хейбель был москаля вот это меня удивили удивляет вот это вот это не нравится мне кажется он лучше чем москальт что ты где-то это онлайн донка так рокет, рокет, прыжок, прыжок в принципе нормально пройдет тоже вокруг обхоргивал пусть он ожидают карту западло на финал для каждой комнаты получается один из 20 раз вот и писал лунтик вот в чем проблема-то было понимаешь ну там ну возможно первая комната да что там может быть в остальных комнатах такого прям сложного сложного я даже не знаю как бы надо наверное тренироваться ему хотя бы обычные цирклы делать прыгать туда куда он хочет прыгнуть чтобы не не летел ни вправо ни влево игры пускай он потренирует циркл джампа на той карте на которая пошла пошла написал но мне тоже на самом деле надо потренировать потому что ну ладно фростаха молодец хорошо пошел перебил москаля это очень радует но кипиш перебил фростаха на 80 на 10 фреймов давай посмотрим уже воздуха не хватает разговариваю я задыхаюсь от этой скилловой нормально капска начала две ракеты потом стрейкл он поворачивал и в конце тоже две ракеты кстати использовал ракету сразу при выходе из телепорта ну казалось бы лишним у него не плохой финиш очень хороший получился а это из-за того что он больше траектор и брал ясно мне пока у меня просто чеки были у него на последний на 100 или 200 быстрее чем у меня но это у него потому что скорость была больше я так понимаю скорую enter и будут переводить все кому делить я думаю это раму тебя перебивает мне не жалко все проблема если можешь быть душе ты же вот так вот тоже кстати использовал ой 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 какой роут и быстрее ну траектория очень длинная но в цену братья рейф очень обладает и здесь он уже сказал что стрейфом быстрее и обходил мой дом уже получился отлично на сумминках да 17 хорош хорош дмитрий мансуров плюс 16 фреймов это вот почему да не знаю только что вдруг я рано или поздно угадаю повыше чем в к3 да но в cpn пора больше играет по моему тоже сразу привыкли сереборта стрел траектория более прямая использую почему-то под себя стрелял на эту ракету порта эту ракету можно было использовать тоже получше и в целом финиш тоже очень хороший так 17 0 и фио проси екатеринбург play начало стандартный как у всех получилось даже попробовать не получилось я бы увидел если он правил даблджамп не получился вау 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 не фигра себе видел да это кстати да это классик первый раз так концовку кто-то проходил вот пока приз за оригинальность я делю вот между тобой твоим 2x на финише гризли я не отдам потому что он твой ролл использовал либо я фио за финиш вот пока так будет плюс 300 сделал волви из канады еще там у кого что было а еще старт был у кого-то забыл добыл джамп был сейчас я посмотрю кто там тоже траектория рэй ракет наперед это по тебе ашка панишаришь ну классно классно прохождение тоже 16 так кто там делал headhunter делал добыл джамп тарнер на пару ну не пару на несколько фреймов быстрее что очень странно давай посмотрим тарнер я честно ожидал что он повыше должен был быть а че ты как то у него не очень ну ты тоже должен был приключить ну читай что там происходит с дефрайом интересное прохождение но все равно когда ты перейдем морковки у него дабл джамп не получился он в конце почему-то вокруг обходил игрока неумедленно получилось модерн еще на 600 быстрее play кстати удивительно что дед перебил торнеры на самом деле вообще на самом деле вот вот реально последнее время все новички которые показывали себя средним сейчас показывать себя гораздо лучше чем на прошлых турнирах тоже делал под связку очень классно прохождение в остальшем у всех остальных минус секунды всего критерий такой всегда очень очень быстро все у всех остальных было минус две три секи а у него минус секунда ну да мне у него реально очень быстро получилось а кит кис из россия play дедовитый поцелуй дедовитый поцелуй страсти 0 чуть ли твой вот и без я не знаю это может быть это а дабл джамп первых кто добры жал и получилось разотражало до на финише немножко заборолся но будем говорить что это игрок значит он чтобы вдруг не так следующий avenger россия да плей на соточку побыстрее да это у нас вроде avenger avenger да в принципе получился это нет это у меня хреновый финиш я там видимо где-то запоролся на лисе ну вот смотри вот ты бы сделал хороший финиш ты бы по-любому перебил пикачу вот я прям жопой может быть я посмотрю свою демку и скажу тебе ну из полевого скажешь если нормально пошел ты бы занял первое место лаги еще поделать все поделать и нашему я так думал что я перебиваю предыдущий ну блин мне ну то есть она молодец о хорошая подсвяжка кстати хорошая ракета ну не факт что теряют за так год мятик мяки пусть 15 7 play и ты владеешь и у тебя есть хороший плюс в том что ты выкуриваешь нас за такие вот таки выйти зачитать интересно ракет да не очень вкусно же пацан он нашел да и финиш очень хорош но у меня почти такой же зорн франция 15 6 play на соточку по высоте чем пузик блин я тоже хочу чувствовать участвовать от не играешь почему нельзя тэш все карты знаем скажут будет заранее задачи цель там был boost очень классный хорошие ракеты и тут ой видишь какой финиш вокруг проходил ведь он не через круг но и к не факт что вы кто вокруг медленнее медленнее не как не то есть медленнее ну ладно аурум до 15 4 play undead ты не знал смысле его взяли обратно он он выходил нет нет как бы он фиг знает сколько вылез да интересно и детская потерял время на то что назад пешком ходил да и тут очень классно срезал ракеты и траекторию и так зорн примерно делал блин так он о чем у нас в фпс беседе делал что в скайпе что в дискорде если он зачем он там находился какой-то заслонец уточнить спасибо зерга just the queen 14 7 еще на 600 700 аж быстрее итак play уже тайм очень близкие к бывшему в эру под которой за 14 6 хороших и ракеты очень хорошие ракеты сделаем джам получился у него или хорошо лесенки пропрыгал 47 достаточно бодро в конце 200 потерял по-любому так следующий раз драм ликвара россия хабаровск кстати прошлый раз я хреново переводил там но драма то да это все-таки барабан может быть цилиндр и бочка а вот лику это я вначале там от слова liquid там можно привести как жидкость и глупо на стоит мне говорил то что это может быть жидкое мыло вот я потом еще погуглил в общем ликвар это как ликер короче это бочка ликера ликера или алкогольного напитка не на самом деле за кен говорил не называть ее бочкой с мылом и бочкой с ликером ну я извиняюсь того что просто раз так получилось но как были не это нормально в общем лукую ора вот это это какой-то аниме персонаж там и оставим все какие зовут я наташа поэтому можно по химии если что у меня одно не вяжется почему крутой таймш 14 6 этаж прям еще чуть-чуть и тебя можно перебить вообще окей давай play вот такая подсвяжка счет старайся лучше братан че за фигня ты ты видишь еще что у тебя девушка делает офигеть мне прям мне понравилось мне твои демки так не нравится как вот это ты видишь ну давай посмотрим вообще топ-3 да поздравим нотарию поздравим с топ-3 и бронза моя демка play серебро двенадцать четырнадцать четырнадцать пять почти да ну давай щас щас тебя оценим по полной тут хорошие детки зацепился за стенку и здесь что там просто лесенка криво получилось там на лестнице надо как-то более плотно дабл джамп делать а у меня он далеко получился результат я чуть не свалился вниз и поэтому то медленнее ну блин то если четырью за штык у настроек перед тем как играть на 300 можно сказать побыстрее первое место забирает золото у нас пикачу даже медленнее на скотчем у меня ну вот видишь я тебе говорил интересно как блин что-то странно как-то сейчас вещь да давай посмотрим дельки в 05 начнем с ваку три релиз до сумку 3 готов ты здесь вообще хей хей ну ладно пока будет отсутствует мы будем смотреть демки в таймске или таймскил 0.55 и так моя демка 17 568 play итак начало в принципе простое прыжок прыжок своим уголка как рокет от пола рокет наперед и вот он снимается и прямо лечу куда нужно с двух ракет и залетаю прям в телепорт прыжок с ракетой прыжок пирогулярно назад маленький прямо джамп залетел наверх прям но здесь я стукнулся в стенку из-за этого я потерял очень много скорости как результат и времени топ-1 но не не бэр к сожалению пикачу да давай смотреть его демку в таймскейле готов какой-то я всегда готов ну как бы у него вход во второй т.п. медленнее на 150 чем у меня аж в теории как бы сделать 14 наверно да у меня получился себе аж к вот он уходит т.п. минус 150 здесь очень хорошего раздобыл жампом плюс 150 то есть я 300 потерял в красной комнате поворот разгон дабл джамп прыжок к очень классно получилось его после лестницы очень быстро пройдено вот а мне тогда должен кривой был ну поздравляем тыкачу стоп 1 поздравляем наташу стоп 3 всех остальных за занятые места я случайно дабл кликнул мышкой сейчас я эскейп нажму так и мы переходим к просмотру браузера и так мы видим результаты альмера кап раунд 6 это все места кто который занял в принципе я вроде бы не видел рандомных обувь на демках вроде все нормально пройдено да по моему все тоже хорошо поэтому прямо вот здесь мы делаю что все у всех здесь демки в принципе можно скачать посмотреть проходил с 8 марта по 13 марта competition здесь можно прокомментировать кто хочет и на данный момент идет все еще competition round 7 на карте сает 2 которая 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 тоже очень старая карта немножко длиннее чем остальные она не знаю секунда почти на минуту не она на 40 cp-3 да там около 50 вы так что обзора будет долгий оружие здесь есть плазма и квад стрейф конечно всякие там даже ой плазма и бфга здесь есть квад кстати на этой карте и в общем она аж 2003 года тоже 15 лет так ну что ж ждем ваших демок ждем ваших комментариев по поводу этого обзора можете лайкать писать куда-нибудь во вконтактике наверное есть тоже комментировать все что угодно делать всем спасибо за просмотр участвуйте в последнем раунде и всем спасибо всем пока пока пока